МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Люди обычно делят мир на своих и чужих. К своим относят людей одинакового с ними цвета кожи, расы, культуры, религии. К чужим всех остальных. Иногда чужим даже отказывают в человеческом достоинстве. Так римляне заносчиво считали, что только они разговаривают на нормальном человеческом языке. А звуки чужой речи для них представлялись каким-то бырканем или варканем. Бар-бар-бар или вар-вар-вар. Они так передразнивали иноплеменников. Так возникло слово варвар. Впоследствии буквальность этого прозвища исчезла, а осталось имя Варвара или по-латински Барбара. Святая Великомученица Варвара, память которой сегодня совершается, жила в Финикии при царе Максимиане. Это было в начале 4 века. Святая Варвара лишилась матери в маленьком возрасте, и ее воспитывал отец Диаскор, который души не чаял своей дочери. Он построил для нее огромную великолепную башню с множеством комнат, где она безотлучно пребывала для того, чтобы никто не покусился на ее красоту. Оттуда, из этой башни, Варвара внимательно смотрела на мир. Ночью над ней распростирался, как шатер, как раз звездное небо Востока, и низковисящие звезды в гирлянде пленяли ее своей красотой. Днем она всматривалась в окружающий мир, залитый солнцем и щебетанием птиц, и думала, кто же создал его. В ее сердце начала зарождаться вера во всемогущего и мудрого Бога, который так красиво создал Вселенную. Диаскор хотел выдать Варвару замуж, однако она этого не хотела. Она была настолько тверда и прочна в своем желании не выходить замуж по камец ни за кого, что просила отца не настаивать, иначе он ее потеряет. Тогда Диаскор разрешил ей выходить на улицу, и на улицу выходя, Варвара познакомилась с девушками-христианками, а со временем и крестилась от одного заезжего священника, который под видом купца приехал в ее город. Диаскор строил баню в своем имении, а бани тогда существовали не для того, чтобы только мыться. Там были библиотеки, залы отдыха, гимнастические залы. В этой огромной бане Варвара приказала сделать по три окна на стенах. Она думала так, если отец маневерует в троицу динасущную, отца и сына и святого духа, то пусть каменная баня этими пустыми глазницами окон проповедует славу истинного Бога. А над входом она сама начертала крест, который невозможно было смыть. Когда Диаскор это увидел и спросил, откуда эти три окна, почему здесь крест, Варвара объявила, что она почитательница Святой Троицы. С этого момента начались ее злоключения. Диаскор жестоко избил свою дочь. Он хотел и убить ее в гневе, однако Варвара стала от него убегать. Пастухи указали место, где она скрывалась, и Диаскор за волосы притащил ее в город и отдал князю для того, чтобы ее казнили как христианку. Девушка по имени Иульяния, удивившаяся мужеству Варвары, присоединилась к мученице, и их мучили обоих. Двух девиц нещадно били. Страшно говорить, но им отрезали сосцы. Их обнажили и водили ногами по городу, чтобы позором вынудить отречение. Однако по молитве Варвары ангел Божий явился и покрыл их святозарной одеждой от глаз толпы, собравшейся на это зрелище. В конце концов и Варвара, и Иульяния были казнены. Нетленные мощи суты Варвары сохранились в городе ее страданий, а впоследствии были перенесены в Константинополь. В XII веке, едущи на Русь, дочь императора Алексея Комнина по имени Варвара, выходя замуж за русского князя, привезла с собой как благословение святые нетленные мощи этой великомученицы. До сегодняшнего дня они и покоятся во Владимирском соборе города Киева. Мы же с вами, дорогие христиане, вспомним о том, что первые семена веры посеялись в сердце Варвары благодаря внимательному, вдумчивому, даже, можно сказать, молитвенному созерцанию природы, ибо природа – это раскрытая книга, ежедневно вещающая нам о всемогуществе и силе Творца. Мы поздравляем носящих это красивое и святое имя, а также поздравляем с днем Ангела Ивана и Геннадия. С днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...